всем привет а такое небольшое дополнение небольшой такой совсем постараюсь небольшой обзорчик по поводу как обычно у меня начинается один обзор я только что запилил выставил обзор по поводу власти по поводу того что сильных лидеров что априори сильный человек не может во власть попасть и стать тем более главой какого-то государства просто он должен быть для этого бесхребетная он должен прогибаться он должен был быть подлым он должен быть хитрым то есть те качества которые сильному человеку как бы не присущи по идее и вот как обычно у меня обсуждение пошло и подписчик мне пишет что вот вот допустим сталин то был сильный и я попытался сначала вроде объяснить что я уже повторяю что сильный человек он не может быть таким вот то что я перечислил а сталин был подлый он был трусоватый он был дико закомплексованы иначе как как бы он уничтожил всех вокруг себя всех просто малейшее подозрение человек уничтожал всех то есть у него какие-то комплексы конечно дикие какие-то комплексы были конечно он никогда сильным не был и аргументы того что он сильный понимаете аргументы все те же самые я объясняю что и путин будет по тем же самым критериям подойдет что он сталин сделал страну сильнейший она никогда такой сильно не было она вот стала такая 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 в космос запустили эти же аргументы были и при петре и при екатерине когда строили на костях санкт-петербург или там беломорканал когда на костях строили при сталине то что люди жили плохо это никого не волнует главный критерий сильного правителя это сильное мощное государство но то что при этом ты сидишь в полном говне это никого не интересует и пройдет 10-20 лет и путин точно также станет в один ряд и с петром первым и с екатериной со сталином и прочее а то что люди дохнут то что они не наживают до пенсии то что им назначили такую пенсию что он не то что мы сидим же сидим за железным практически занавесем то что всю жизнь люди ни черта не видели никуда не ездили я имею до при советском союзе это не интересует главное что у нас мы ракеты сделали атомную бомбу мы нахреначили там балет у нас лучший у нас все самое лучшее и нас все боялись это главный аргумент а то что люди сидели в говне в нищете это никого не волнует и самое главное что это топят не какие-то государственные институты какие-то которые для этого построены для этого созданы чтобы засирать пасты и мозги о том что мы сильные мы должны гордиться своим государством а сами сами овцы эти понимаете в этой пасте говорят блять сидят в этом в этом стадии говорят классно у нас же самое мощное государство а то что мы не доедаем и не не до сираем и вообще ничего не видели это как бы вспомните америка как америка провожала своих солдат на мировую войну на вторую мировую войну то есть от собственного дома где как правило стояли два автомобиля уходил солдат на фронт это сороковые годы вы представите в советском союзе что из деревень почему мы вообще повыигрывали эти войны у нас дорог не было первую очередь мы в грязи жили они приехали немцы и охренели они встряли сразу же как точно так же как и в двенадцатом восемьсот двенадцатом французы стрелять дорог нет мы в говне сидим но при этом мы гордимся и никогда у нас нормальной жизни не было но мы топим за ракеты за балеты за пробу там песня кстати у избора хорошая была надо будет сейчас поискать но зато какие мы классные вот я вот про это мне так как-то интересно в первую очередь сила государства должна проявляться в отношении к своим гражданам к старикам к детям а у нас каждый четвертый ребенок недоедает каждый второй пенсионер голодает но зато мы сильные при путине смотрите нас все опять боятся ну вот чтобы сильно не затягивать всем пока просто как обычно в продолжение обзора которые вчера ночью запилился